Всем привет, дорогие друзья! Я вам обещала рассказать о том месте, куда мы поехали. Простите за мой голос, мы вернулись домой, я уже заболела. Ну, обычной простудой, слава богу. В общем, находились мы на озере Супирер. Это там все французские названия, я не берусь даже их повторять. Бесподобно красивое место. И это где-то находится в 20 минутах, 15 километрах езды от самого поселка, вот самого городка Монтреплант, который является одним из самых известных курортов на территории французской Канады, горнолыжных курортов. Но туда ездят не только кататься на лыжах, а ездят летом отдыхать. Там вот озера красивые, можно купаться, очень красиво отдыхать летом и зимой, кататься на лыжах, вот осенью красивая природа, как вы понимаете. Мы бывали там летом, мы бывали там осенью. Зимой ни разу не ездили. Во-первых, мы не особенно катаемся на лыжах. Во-вторых, туда очень-очень трудно доехать зимой. Из-за снега. Ну, в общем, непогода, короче. Вставлю вам короткие кусочки. Вот это мы посетили ресторан прямо на территории нашего резорта, в котором мы были. Там очень красиво девочка играла на гитаре. Я, наверное, своим голосом перепеваю ее игру. Сейчас помолчу немножко, чтобы мы могли насладиться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красивых национальных парков Вот это тоже один из них Ну тут мы нашли зеркало в лесу Ну не совсем зеркало Это просто там стояло здание администрации Вот этого парка И оно было облицовано снаружи Как будто бы, вернее стекла были зеркальные И мы конечно Как обезьяны Не могли пропустить это мимо Обязательно надо было сделать фоточку И снять видео Значит, вот этот самый парк Там очень красивый водопад Есть, на который мы вот съездили Мы каждый год туда едем Ну, может быть, не каждый год Но часто мы там бываем И всегда мы едем в этот парк Потому что вот это очень красивый водопад И плюс там очень красивый, интересный лес Вы знаете, лес такой сказочный Он весь порос мхом Вот я как-то не очень это засняла Это не очень видно на видео, к сожалению Но вот когда идешь по лесу Там специальные тропинки Это не лес, это парк Вот такая вот камни Каменистая такая вот почва И потому что это в горах И все деревья, все корни, вся трава Все покрыты таким зеленым мхом Такое впечатление, что вы находитесь В каком-то сказочном лесу На видео как-то это не очень видно Даже вот эти камни покрыты мхом В общем, довольно красивое, необычное, интересное место Ну, опять же, конечно, когда зимой Туда не особенно люди ходят Потому что зима там очень суровая В этом месте Там очень много снега Всегда очень холодно Конечно, все это леденеет, замерзает Там не очень-то и походишь Не пройти, не проехать Так что, в общем-то, зимой в эти парки не походишь Но на лыжах вполне можно кататься Вот сам, собственно, городок Называется он Монтреблан Или Мон, это гора А Тримблант, это, собственно, название горы И также назван город в честь этого В честь этой горы Мы ездили, останавливались иногда В самом городке, в гостинице Иногда мы вот в этот раз Летом как-то мы остановились Вот в том резорте, в котором Который я вам показывала Комнату, в которой я вам показывала Сам городок очень миленький Очень симпатичный Прямо такое курортное-курортное место Он небольшой, совсем маленький Фактически одна улица Которая поднимается в гору И по этой улице тоже ходит фуникулер На который можно подняться наверх В верхнюю часть города А сейчас вот это мы в нижней части города И стоит, собственно говоря, сама гора С которой Которая является горнолыжным курортом С которой, собственно, на которой проложены трассы Для катания на горных лыжах И туда тоже можно на фуникулёре Подняться на самую вершину горы Там потрясающе красивый вид Можно взять круизный кораблик Покататься по самому озеру И на кораблике, собственно, вам рассказывают Историю города Историю этого озера Как он был построен Кем и что, чего И, собственно говоря, вдоль озера На берегу озера стоят Очень дорогие виллы жителей В основном Монреаля Которые покупают виллы в Монтребланде Как дачу В общем, летний домик Зимний домик В зависимости от того, что они любят делать Кататься или на лыжах Или купаться в озере Колоссальных денег они стоят Это вот, кстати, один из капитанов этого кораблика Там их было два Один вёл лодочку А второй всё время там что-то рассказывал Собственно, он поведал нам о ценах на эти дома Некоторых ценах на эти дома Там дома по 30, по 40, по 50 миллионов долларов В общем, есть на что посмотреть И к чему прицениться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сегодня наш последний день Клён Стоит до сих пор не опал Тишина, красота Выхудать только холодно немножко Но мы при этом вышли кушать на улицу Потому что жалко терять Последний день Такую погоду и такой вид Ну и сам городок, собственно, состоит он из гостиниц и ресторанов Магазинов Ничего другого там нету Живут у него только туристы Ну и вот, собственно, сама гора На которую мы начали подниматься На гору можно было подняться на фуникулёре Вот на большом, таком там, закрытой кабине ездят Но мы решили в этот раз рискнуть И поднялись пешком Мы часто там бываем И всегда поднимались на фуникулёре Но в этот раз мы решили Там есть маршруты По которым можно пройти на гору наверх пешком И всё, что я успела снять Это только когда мы только начали подниматься Это вид такой с горы немножко уже на сам город А дальше я уже снимать ничего не могла Потому что маршрут был 10 с чем-то километров Длился 3,5 часа Всё это в гору, когда шла, не помню Ну а потом, чтобы вознаградить себя Мы отправились в место ресторан Французской кухни Очень интересный ресторан У меня много интересных блюд Французское фондю, конечно В общем, много всего интересного Мы там тоже, конечно, заказали много еды Много питья В общем, было всё очень вкусно и интересно Мы получили массу удовольствия С большим интересом я разглядывала блюдо у соседей За соседним столиком Такой полсырной головы Которая чем-то там нагревалась, плавилась Из неё вытекал сыр Прямо в тарелочку В общем, всё, что у них на тарелке На столе стояло, они макали Именно вот в это вот, вытекший в этот сыр В общем, это было очень интересно Я с интересом наблюдала Тихонечко снимала Не хотела, чтобы они видели, что я их снимаю В общем, короче, очень интересное блюдо В следующий раз мы будем заказать Пепперкорн Берн айс Три больше Редмон Сутичинь Гарник Мастер Редмон Ну и а это уже совершенно другой ресторан это уже по дороге домой мы уезжали и мы остановились в городе кингстон бывшая столица канады кстати это же там перекусили ну и потом была долгая-долгая дорога домой потому что ехать нам оттуда часов 7 наверное 6 7 часов ехали ночью ехали долго и всю дорогу нас сопровождала вот такая вот совершенно сумасшедшая луна на видео это не очень видно но поверьте мне луна была очень большая и такая знаете какая-то зловещая даже я бы сказала но очень-очень красивая дорогие друзья я надеюсь что вам понравились мои видео я очень рада что смогла с вами разделить наше путешествие поделиться вот такими красивыми видами красивыми местами канады надеюсь что увижу во следующем видео а на сегодня все люблю целую с вами была ваша деда из канады пока пока бай